День причащения Как нужно вести себя в течение дня после причащения? Я думаю, вообще себя вести надо всегда достойно и правильно Даже если это не совсем получается, нужно к этому стремиться И единственное, что когда задают такой вопрос Под этот вопрос пытаются подтянуть все бытие и организацию своего и окружающего православия Поэтому я думаю, что этот вопрос лучше задавать священнику Непосредственно тому, кто хочет это знать Дело в том, что состояние покоя и состояние спокойствия Оно свойственно, наверное, больше взрослым людям Представьте, вы маленькому человеку, который только что причастился Скажете, веди себя хорошо, не прыгай, не бегай, не кричи, не пищи Не хулигань, не кусайся Я думаю, что для маленького человека вообще не свойственно такое спокойное поведение Поэтому если в отношении себя человек спрашивает То, конечно, вот, говорит, в этот день нельзя плеваться Но вообще плеваться некрасиво И лучше это не делать ни в день причастия, ни в другой день Если в этот день есть возможность Чуть-чуть больше уделить времени духовному своему бытию Это будет очень хорошо Но в любом случае вести себя надо хорошо не только в день причастия Поэтому уж сориентируйтесь так Если вы хотите вести себя в храме по одной схеме И в день причастия по одной схеме А на следующий день, когда день прошел И я могу себя вести как угодно Это будет не совсем правильно Это как-то больше попахивает лукавством Какой-то такой человеческой несправедливостью Поэтому причастились, помолились Слава Богу, благодарственные молитвы послушали Если половина прослушали и мимо ушей пролетело Потому что ходили к кресту Потому что тот рядом пищал, возился Ну придите дома, перечитайте Перечитайте благодарственные молитвы Если есть возможность уединиться То уединитесь, помолитесь Если нет этой возможности То не надо вокруг себя создавать Искусственного рая Для того, чтобы для кого-то Это было сущим адом Поэтому ведите себя так Чтобы окружающим людям Было рядом с вами Комфортно и радостно А не так, чтобы исполнить букву закона Но зато всем поперек глотки Встать железной костью Помоги всем, Господи Аминь Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!